Я составил приблизительную программу курса, я ее вам покажу, вы можете посмотреть, сфотографировать И повторюсь, что к вопросу к одному из этих билетов еще прикладывается там две задачи Я вижу так, что две, потому что они в основном у меня простые Но вообще будем смотреть по сложности И накопилось у меня несколько задач со звездочкой, которые на экзамене давать это слишком жестоко Поэтому задачи со звездочкой я дам желающим на следующей последней лекции А мы продолжаем говорить про вычисление биномиальных коэффициентов Но пока непосредственно к их вычислениям мы не подошли, пока мы говорим про свойства Тут придется, как ни крути, переписать то, что я вам уже писал А именно переписать, собственно, формулу Лижандра Так, вот мел Она имеет такой вид И это что такое, я сейчас переписывать не буду, просто скажу И это показатель, с которым простое число P входит в разложение n-факториал То есть n-факториал равно произведению P в степенях AP Вот примерно так Отсюда можно понять, в каком виде представляется n-факториал, если вот сюда это подставить Это следствие 1 И следствие 2, которое я формулировал Если взять биномиальные коэффициенты, там получится 3 факториала будут участвовать И перераспределить слагаемые Тогда получится такая вещь, что c из n по k равно произведению простых чисел Можно брать по всем непревосходящим n, чтобы произведение было конечным Ну вот здесь, правда, сумма будет, вообще говоря, бесконечная Ну нет, не бесконечная, конечно Эта сумма тоже, хотя она записывается как бесконечная На деле она тоже всегда будет конечной Видимо вот так Вот такая штука Понимаете, откуда это взялось? В общем, я рассказывал в прошлый раз Сейчас нужно просто формулу зафиксировать Потому что мы ее будем использовать А использовать мы ее будем с переменным успехом Для того, чтобы доказывать свойства делимости Вот это я стирать какое-то время не буду Так что я, может, буду стирать свойства, как только докажу Свойства, которые у меня идет под номером 5 При L, равном нулю, единичке и так далее П в степени m минус 2 И при k, зажатом в пределах вот l плюс 1 До p в степени m минус 1 Такое свойство выполнено Биномиальный коэффициент c из p в степени m плюс l То есть мы берем биномиальный коэффициент c из p в степени m плюс l По какому-то k Вот это условие я бы назвал Хочется назвать нетривиальностью Но здесь немножко не так написано Может быть, имелось в виду вот единички Посмотрим В общем, вот такое свойство делимости Я уже говорил, что есть совсем простые свойства делимости А это попытка некоторого обобщения Потому что, ну, можем доказать что-то простое Давайте попробуем доказать Давайте попробуем взять как можно сложнее Как можно больше обобщить То, что мы и так знаем Докажем это При L, равном нулю, что получим? При L, равном нулю, у нас будет c из p в степени m Пока Нужно доказать, что это делится на p Тогда посмотрим сюда И возьмем здесь последнее Последнее слагаемое Но не последнее А возьмем такое, где здесь в знаменателе будет p в степени m Чтоб нам легко было считать Мы рассмотрим вот такую штуку То есть у нас вот это и будет n Тогда я возьму Значит, у меня будет вот что Так, прошу прощения, это не n n То есть n у меня будет, это p в степени m Ну, в общем, смотрите сами, что будет p в степени m на p в степени m Минус Наверное, стоит заметить, что все вот эти слагаемые Они всегда не отрицательные Стоит сделать замечания То есть вот эта штука n на p в степени k Так, ну не k, а какой-нибудь, не знаю Какой еще буквы не было m Минус n минус k на p в степени m Минус n минус k на p в степени m Всегда больше или равно нуля Интуитивно понятно? Ну, наверное, строго доказать чуть сложнее Вот это Как, понятно, почему это больше или равно нуля? Строго не очень Чисто интуитивно я скажу Хорошо, вот я брал число от него При его делении брал целую часть А потом я возьму его разделю на два кусочка Их тоже будут делить и возьму целую часть Понятно, что при таком делении у меня потеряется не меньше, чем при обычном Потеряется больше А значит, это будет не больше, чем вот это Но если пытаться строго доказывать, давайте подумаем Если бы тут все скобки раскрыть Было бы все целые части снять То было бы хорошо, да? Если перейти к дробным частям То есть у меня есть целая часть и дробная часть То есть мы знаем, что Если взять просто эти числа, то там сумма будет ноль А разность между этим и тем какая Собственно, как раз дробные части Дробная часть, если я правильно помню, фигурными скобками обозначается То есть посмотрим на дробные части n на p в степени m k на p в степени m И n минус k на p в степени m Что мы про них можем сказать? Это как бы остаток отделения Что мне хочется сказать? Что сумма вот этих остатков отделения Всегда больше или равна, чем вот эта Вот Это более убедительно или все еще не совсем? Ну, тогда нужно посмотреть получше Видимо, сказать Видимо, рассмотреть действительно n разложить Можно вот что сказать Рассмотрим k и n минус k Они там дают какие-то остатки При делении, да? То есть пусть остаток при делении k И при делении n минус k На самом деле тут можно просто случай перебрать Когда они будут Когда будет единичка То есть когда эта штука больше нуля И когда иначе То есть что я хочу сказать Ну пусть k это равно там У, мне тут букв не хватит Ну давайте как-нибудь a1 на p в степени m Плюс r1 n минус k это a2 На p в степени m Плюс r2 Это все остаток при делении Понятно, что тут вместо p в степени m Можно просто любое число подставить И тогда сумма их То есть n Будет представляться как a1 плюс a2 На p в степени m Плюс r1 плюс r2 И тут возможно два варианта Либо эта сумма остатков Даст нам еще единичку Либо не даст То есть эта штука даст остаток при делении Ну то есть скорее как Я что хочу сказать Если эти величины Если одна из r r больше нуля То у нас там вылезет еще дополнительная единичка Если тут вылезут 2 единички То тут вылезет хотя бы одна То есть вот эти дробные части Ну это тогда Мне так нужно написать r1 плюс r2 на p в степени m Правильно? Вот так Это дробная часть А тут дробная часть Либо такая Либо она меньше То есть вот эта штука Меньше должна чем вот эта Так Теперь убедились? Ну вот Я с этими целыми частями И сверху, и снизу много работал И там действительно Такое возникает Что я смотрю на эти части Ну вот, вот Вот оно неравенство Ну попробуй докажи Это ж надо что-то там Расписывать, вникать Ну иногда приходится писать так Что нетрудно убедиться Мол проверьте сами Остается читателю в качестве упражнения Потому что Есть какой-то существенный результат А я вместо того, чтобы выписать Буду полстраницы вот это доказывать Наверняка кто-то это уже доказал И не раз Но вот Что поделать Приходится с таким работать Вот Так что к чему мы пришли Вот эти все слагаемые Это важно Это мне нужно Они все не отрицательные А я Возвращаясь сюда Рассмотрю вот это слагаемое Оно будет иметь Такой вид П в степени Минус К на П в степени М Минус П в степени М Минус П в степени К на П в степени Немножко порядок Поменял Но не важно Оно будет иметь Такой вид Что я про это могу сказать Чему это равно Нет Ну вот Первое слагаемое Чему равно Давайте так Единица Это чему равно Нулю Потому что мы Меньшее делим на большее И это тоже ноль Значит это просто единица Ну а раз это единица То что я говорю У меня одно из этих Слагаемых единичка А другие не отрицательные Значит и вот эта штука Вот это П Сюда входит Хотя бы один раз Ну а раз П сюда входит Хотя бы один раз То значит это число Делится на П Ну конечно При том условии Что К не равно нулю И не равно П в степени М Это у меня предусмотрено Кроме тривиальных случаев Возможно тут единичку Надо ставить Может У меня почему-то стоит Л плюс 1 А Л там возникает Собственно где П С Из П В степени М Плюс Л Ну может так и надо Надо посмотреть Надо вспомнить В общем этот случай разобрали Тут все понятно Теперь Если Все-таки Не ноль А тут мы схитрим Мы не будем доказывать Явно в виде А воспользуемся тем Что доказали И свойством Вот я напишу формулу А потом мы на нее будем смотреть И понимать Правильная она или нет Формула такая Ц из П В степени М Плюс Л По К Это равно Т от нуля до Л Сумма Ц из П В степени М По К Минус Л Плюс Т На С Из Л По Т Ох какая страшная штука Наверное Не совсем так записал Наверное Там не должно быть Л Вот Вот так Наверное Наверное Вот так Помните такую формулу Вроде В прошлый раз Что-то такое было То есть идея какая У нас есть два множества Не пересекающихся В первом Столько элементов Во втором Столько И мы из них В совокупности Хотим взять К элементов То есть мы Наше множество Вот Из стольких Элементов Разобьем На два Не пересекающихся Из первого Мы возьмем Сколько-то Т Из второго К минус Т И тут Тогда должно быть Наверное Где? Вот тут? Почему плюс? Ну тут должно быть До К А у меня Почему-то написано К минус Л плюс Т Но тогда Если я подставлю Т равное Нулю То получится Ерунда Какая-то В общем Это наверное Не важно Главное Что я свел Вот к такому Коэффициенту Бермиальный Коэффициент У меня числа Целые А вот такая Вещь К минус Т Что мне хочется Сказать Что вот этот Коэффициент Делится на П И тогда Вся сумма Делится на П Что мне мешает Это сказать? Мешает Наверное Крайний случай Вот для этого Слагаемого То есть Если я туда Подставлю Т равное Ну скорее Мешает А при каком К Нет Ну здесь К Все в порядке Будет Да Потому что Здесь С К Все в порядке Если Т равное К То там С Из П В степенем По Нулю А там Будет Из Л По К Да То есть Будет С Из П В степени М По При Т равном Нулю По К На С Из Л По Нулю То есть Единичка А Наоборот Тут По Нулю А тут С Из Л По К Такая Штука Помешает То есть Там Будет С Из Л По К А Я Вот Тут Почему-то Плюс Записал Здесь Наверное Минус Должен Быть Вот Здесь Тогда Что Будет К Минус Л Плюс Т Всего Мы Убираем К Значит Убираем Отсюда И Отсюда То есть Одно Такое Слагаемое Плохое А для Л У нас Никакой Связи Вообще Нет Тогда Что Получается Я Вместо Того Чтобы Доказывать Его Провергну Так А При В Обратном Случае Там Получится Ц С П В Степенем По К Да А Что Если Мне Это Л Сюда Докинуть Здесь У меня Немножко Странная Вещь Записана Всего Я хочу Убрать К Минус Л Ну да Тут Наверное А То есть Он просто Обнулиться Мы считаем Что Как только Мы Вылезли То есть Это Просто Ноль Ну тогда Другой Вопрос Насколько Законно Мы Такую Формулу Применяем Мы Берем От Нуля До К Видимо Так Видимо Так То есть Вот Это Просто Будет Равен Нулю А При Остальных Вот Этот Коэффициент Будет Нетривиальным И Он Поэтому Поделится На П То есть Получится Что На самом Деле Я Здесь Могу Т Брать При К Я Не Могу Взять А Вот При К К Минус Один На самом Деле Вот Такая Сумма Я Воспользуюсь Преимуществом Доски А В Такой Сумме Уже Все Хорошо То На Этот Коэффициент У нас Либо Ноль Либо Он Просто Целый Ну Ноль Тоже Целый А вот Этот Будет Делиться По Доказанному Свойству Будет Делиться На П Значит И вся Эта Штука Будет Делиться На П Согласны? Ну Вроде Доказали Вроде Получилось Так Этой Формулой Я пользуюсь Ее И стирать Не хочу Так что Мне придется Стереть Это Свойство И вместо Него Писать Следующее Хотя Само Свойство Наверное Я Оставлю Я Сотру Его Доказательства Следующее Свойство У нас Такое Но Это Легкое Свойство При П Больше Двух С Из Два П В степени М На П В степени М Не Делятся На П Совсем Легко Будет Там Легко Или Не Будет Если Взять В качестве М Просто Единичку С Из Двух П П Нет Совсем Легко Все равно Не Будет Все равно Придется Формулу Наверное Воспользоваться Воспользуемся Формулой А вы Может быть Помните Собственно Я воспользуюсь Той же Самой Формулой Но Буду Делить На Две Равные Части Что Если Я Беру С Из 2 Н О Н Я могу Сказать Что Это Вот Что Такое Я Разбил На Две Равные Части В Каждой Из них По Н И Взял Из Н К А Из Другого Н Н Минус К Помните Такую Формулу Ну Вот Напоминаю А Здесь Можно Свернуть В Квадрат Правильно Ну Конечно Хитрее Если Я Даю Вот Такую Формулу И Говорю А Поймите Чему Это Равно Вот Тогда Сложнее Конечно Но Это У нас Уже Было Так Что Применим Применим Сюда Что Получится С Из 2 П В Степени М По П В Степени М Равно Суме С Из П В Степени М По К В Квадрате К У Нас Идет От Нуля До П В Степени М М Как И В Прошлый Раз Мы Выдернем Там Мы Выдергивали Первое Слагаемое Здесь Мы Выдернем Первое И Последнее Я Скажу Что Если Я Выдерну Первое И Последнее Слагаемое В В В В В Единичком Значит Первое И Последнее Слагаемое В Суме Дадут Двоечку Теперь Скажем Смотрите У У Штука П П В В Разложение С Из П В Степени М По П В Степени L С Показателем Так Тут Вот Немножко М С Показателем M Минус L О Какое Интересное Свойство Здесь Наводка Была На Что Что Если Мы Рассматриваем Бенемиальные Коэффициенты И про них Заранее Знаем Какие Они Что Там Простые Числа Возникают То Мы Скажем Ну Туда Вот Это Простое Число Столько Раз Входит Давайте Вместо Того Чтобы Перемножать Давайте Просто Мы Простое Число Перемножим На Себя Положим Туда А дальше Будем Все Остальное Вычислять Идея Такая Какая Там Будет Реализация Посмотрим Не Все Идеи Не Все Так Ну Будем Опять Пользоваться Этой Страшной Формулой Вот Этой Страшной Формулой Посмотрим Тут Общий Вид Вот Этого Слагаемого Там Будет П В какой-то Степени Мне Букв не Хватает Но Будет П В степени Р Слагаемое Будет Выглядеть Так П В степени М На П В степени Р Минус П В степени Л На П В степени Р И Минус П В степени М Минус П В степени Л На П В степени Р Вот Такое Слагаемое Имеет вид значит мы можем эту штуку упростить то есть здесь r понятно может лежать от 1 до m больше чем m не имеет смысла брать то есть вот как в этом произведении чему это равно ну вот здесь обязательно сократится то здесь понятно что будет p в степени m минус r здесь может сократиться может нет так что здесь я видимо также оставлю а здесь ну сократим что можем здесь вот так получится п в степени m минус r минус p в степени l на p в степени r о посмотрите на эту штуку а дальше чему это равно может быть дальше возможны два варианта либо l будет меньше r и тогда эта штука просто обнулится тогда это обнулится и тут мы что-то отнимем и поскольку тут мы отнимем то тут будет минус единичка а тут будет плюс единичка правильно вроде правильно вот еще раз посмотрите внимательно и поймите что там будет единичка при l меньше r то есть два варианта почему это ноль прикрыли рукой это уже целое число и мы от целого числа отняли что-то меньше единице значит будет это же число минус 1 но поскольку тут знак минус то это сократится и будет плюс 1 согласны а да да то есть можно сказать давайте действительно можно вот это вынести и сократить но там будет минус на минус получится нам нужно брать целую часть вот минус да как как-то аккуратно то сделать будет минус p в степени л на п в степени р целую часть мы вытащим и будет минус целая часть вот минус п в степени л на п в степени р вот такая штука будет страшная не знаю проще вам так или сложнее но вроде как так получается единица если l меньше r то есть если l меньше r то это будет просто 0 а тут получится что тут получится минус что-то там меньше единицы и целую часть вы возьмете это будет минус 1 и минус 1 на минус да снова плюс а если l больше r больше или равно ну тогда это просто сократится оно вытащится и сократится тогда будет 0 какой мы из этого можем сделать вывод а на самом деле ровно такой как нам нужно так а r у нас идет от единички тогда получается не ровно такой как нам нужно нет ровно 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 то есть это эти слагаемые они равны либо единички либо нулю те которые равны нулю нас не интересуют значит в этом в этой сумме останутся только те слагаемые которые равны единички а таких слагаемых сколько они при л меньше р реализуются то есть они появляются при при л равным начинаем мы с нуля или с единички с единички единички двоечки троечки и так далее r минус 1 правильно r минус 1 а m минус 1 так я тут уже все перепутал да я все перепутал простите давайте смотреть внимательно да l только при чем тут l да я понял все я понял у нас простите l фиксированная а r это параметр который я ввел поэтому давайте лучше напишу вот так при r меньше l при r больше или равно l у нас r это параметр и значит вот так нет а так при l меньше r да 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 спасибо что следите и теперь мы смотрим на r вот и r у нас будет от нуля до l я параметр перепутал значит r наоборот от l плюс 1 ну и он добегает вплоть до m выше m ставить нет смысла вот при таких r у нас будет единичка при остальных r у нас будет ноль сколько у нас будет в этом согреем единичек да вот тут их ровно m минус l о получилось значит еще результат насчет делимости насчет делимости тут много всего интересного есть так мы этой теоремой будем пользоваться будем 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 так ну я рассчитываю что свойства вы записали вы их еще в прошлый раз записали поэтому я сотру и начну доказывать новый результат а вот это мне опять пригодится никуда я от этого не денусь значит так у меня это значится как теорема 2 я запишу так ну тут вообще теорема через лему доказывается так что давайте в таком же порядке докажем сначала лему а потом теорему лему пусть п простое число л натуральное число если n делится на p в степени l а c из n по k не делится на p то k тоже делится на p в степени l довольно странная формулировка если обособлено ее слушать но вы потом поймете к чему я это веду и так есть простое число есть натуральное ну понятно мета мета наше понятно мы берем бедомиальный коэффициент и смотрим делится он на простое или нет и в какой степени так вот если он на простое не делится а а само n делится то k тоже делится более того на ту же степень простого ну вообще логика понятна n у нас в числителе возникает дает степень и чтоб оно не возникло в бедомиальном коэффициенте надо ее сократить а чтоб ее сократить нам и нужно это самое k хорошо доказываем n у нас делится по условию на p в степени l значит n я представлю в таком виде я скажу что это p в степени l на какое-то ну давайте n1 разделится поделим а k на p в степени l делится не делится мы пока не знаем мы это хотим доказать поэтому поделим с остатком мы скажем k это тут q используем пусть будет q q на p в степени l плюс какой-то остаток r и r у меня должен быть от нуля до p в степени l я не знаю делится не делится может там остаток ноль я собственно не хочу доказать что это ноль ну вот в таком виде я всегда могу представить неважно делится оно или не делится посмотрим на наши слагаемые опять из вот этой теоремы опять посмотрим на слагаемые вот это n на p в степени l минус k на p в степени l минус n минус k на p в степени l это равно это равно расписываем аккуратненько n мы представили в хорошем виде это p в степени l на n1 на p в степени l тут будет k k она у нас такое q на p в степени l плюс r на p в степени l минус тут вообще страшное p в степени l на n1 минус q на p в степени l плюс r и все это на p в степени l выглядит страшно но на самом деле ничего особенного я не сделал я просто взял эти nk и подставил формулу а теперь упрощаем смотрим что получится ну здесь понятно что получится просто n1 здесь получится что получится q плюс r на p в степени l а здесь получится а здесь получится здесь я сокращу сразу и n1 здесь я сразу и вот это сокращу и вот это и получится у меня что n1 минус q и еще минус r на p в степени l вот такая штука вот такая штука но поскольку r у меня маленькая то вот эта штука просто будет равна q да значит я могу записать так n1 минус q минус еще целая часть вот такая n1 минус q и еще минус r на p в степени l чему это равно ну по идее да ну тут можно сказать тут есть два варианта либо у нас вот эта часть ноль и тогда у нас ноль либо она не ноль и тогда у нас единица так что у нас это единица если r не равно нулю и ноль если r равно нулю а мы что хотели у нас ведь по условию беномиальный коэффициент не делится на p а если бы беномиальный коэффициент если бы эта штука была равна единице то у нас вылезла бы тут слагаемая единичка а раз вылезла бы слагаемая единичка то она бы делилась то есть по сути это кусок доказательства от противного мы говорим предположим что r не ноль тогда это единичка тогда беномиальный коэффициент делится на p противоречие давайте я напишу потому что не очевидный может быть шаг предположим что r не ноль тогда ну тогда из равенства этой штуки единички следует что p входит в беномиальный коэффициент тогда это один и c из n полка делится на p противоречие значит r равно нулю понятно? r равно нулю это и надо было по сути доказать так раз r равно нулю то k делится на p в степень или все понятно? ну вот но это была только лемма это была только лемма это были только цветочки теперь мы с помощью этой леммы докажем еще теорему формулировку стирать не буду а вот для доказательства мне еще нужно место а теорема такая пусть k у нас число от единички до минус 1 что я мог бы сформулировать так пусть беномиальный коэффициент который мы будем рассматривать не тривиален то есть там k хотя бы единичка впрочем что считать тривиальным это еще вопрос тогда существует существует такое простое p что n делится на p и c из n по k то есть если мы рассматриваем беномиальный коэффициент не единичку а какой-то не тривиальный то обязательно какой-то простой множитель общий найдется обязательно найдется общий простой множитель у числа n и c из n по k довольно интересный факт насколько его можно использовать это другой вопрос так собственно доказываем предположим противное противное будет что что для любого простого p но для любого простого p из того что n делится на p следовало бы что c из n по k не делится на p ну вот тут я конечно намудрился вывел импликацию из того отрицания ну в общем вы наверное понимаете что отрицание импликации это значит что первое и не второе так что если я сюда навешу отрицание тут как раз вылезет квантер существования а там вылезет первое и не второе так что мое противное вот какое для всех у все простые не являются общими все простые делители n не являются делителями c из n по k так наверное понятнее предположим что так дальше такой ход p входит в разложение n ну значит мы для произвольного p можем сказать вот что давайте зафиксируем p фиксируем p и пусть это p входит в n в степени l то есть пусть p ну давайте так и запишу входит n в степени l иначе говоря пусть n у меня делится на p в степени l но n не делится на p в степени l плюс 1 ну подразумевается что l здесь мы рассматриваем именно делители то есть l больше или равна единичке тогда что тогда что мы получаем n делится на p в степени l а бинеральный коэффициент на него не делится по нашему предположению так какой вывод делаем что k делится на p в степени l по лимме k делится на p в степени l какое тогда у нас k что мы тогда про k можем сказать что-то сложно у меня утверждается что k в этом случае не удовлетворяет вот этому условию k у меня от единицы до n минус единицы а n у меня делится на p в степени l но не делится на p в степени l плюс 1 значит получается что n это p в степени l а тут наверное надо воспользоваться тем что я это для произвольного p доказал то есть получается что k это ведь для любого p для любого p я доказал вот что я доказал вот что что для любого p из того что n делится на p в степени l следует что k делится на p в степени l вот что я доказал то есть каждый множитель я вот что сделаю теперь смотрите я скажу n это я разложу на множители это p1 в степени ну l1 p2 в степени l2 и на каком-то он закончится p буквы m у меня тут нет p м в степени lm правильно и теперь по доказанному мной k тоже на них на всех делится то есть k у меня будет делиться на это на это на это а значит и на их произведения потому что они взаимно простые а это просто n значит k делится на n противоречия то есть для одного конкретного p это бы еще ничего не доказало но хоть один делитель я оттуда отковыряю хотя бы один простой делитель может быть одним все и ограничится но для всех так быть не может вот понятно излагаю ну хорошо если так ну вот какая красота сколько мы все узнали про делимость так дальше про делимость мы этим пользоваться не будем так что я могу стереть и написать еще один результат здесь просто берется констатируется факт уже доказанная теорема стоит о ней вспомнить это теорема куммина доказана аж в 1852 году утверждается вот что ну я буду сокращенно писать для любого бенмиального коэффициента c из n по k и для любого простого p максимальное целое число r такое что c из n по k делится на p в степени r равно вот мы там копались что-то на что-то делится не делится а тут мы узнаем чему равно число в разложении бенмиального коэффициента но не в явном виде а вот в каком виде оно равно количеству переносов при сложении чисел k и n минус k в системе счисления по основанию p вот какая страшная штука ну как-то доказывается другой разговор я вам даю это без доказательства но это наводит на мысль то есть если у нас бенмиальный коэффициент какой-то хороший мы там можем отковырять какое-то p и упростить себе задачу но если он произвольный мы можем сказать вот что если мы в системе счисления по основанию p будем складывать k и n минус k то количество переносов это и будет сколько раз оно туда входит что хорошего я здесь вижу а то что это как раз имеет отношение к вычислениям перевод к другому основанию это операция легкая там будет о малое какое-нибудь там будет о большой от логарифма n если я не ошибаюсь сложение это операция легкая посчитать сколько там переносов это тоже легко все это укомплектуется в какой-нибудь о большой от n ну да сложение о большой от n перенос о большой от логарифма n посчитать там тоже какой-нибудь не больше чем о большой от n все это легко сделать по сравнению с тем что мне предстоит сделать а значит я это сделаю и собственно найду искомую степень то есть здесь это дает нам такой способ вычисления сначала найти все степени потом в эти степени возвести ну и потом взять произведение тут проблема в том что возникает операция возведения в степень для нее оценки уже другие свои то есть это вот одно такое направление как получить оценку как считать в принципе отсюда вы уже можете увидеть алгоритм как можно было бы вычислять веномиальный коэффициент и как можно было бы оценить его сложности ну пока я просто зафиксирую этот результат у меня есть еще некоторые вспомогательные соображения собственно есть оценки есть оценки мне очень актуально оценить сумму логарифмов беномиальных коэффициентов почему именно такую вещь это будет понятно в дальнейшем ну давайте я поступлю как раньше я вам напишу всяких оценок а потом буду их последовательно доказывать давайте я даже теорему сотру потому что места много понадобится все равно этой теоремой сегодня я не воспользуюсь я не знаю сколько я успею рассказать сколько успею столько успею я понимаю что свойства я наверное успею доказать а вот какие из оценок я успею получить это посмотрим время покажет там последний вопрос последний билет собственно оценки ну вот сколько оценок я расскажу столько вы мне потом расскажете представить здесь логарифма натуральный я говорил что меня все время горит по основанию 2 но здесь вылезать натуральный почему но вылезает натуральный Он вылезает натурально из интегрирования. Я понимаю, что среди вас есть, может быть, те, кто еще интегрированием не владеет. А тех, кто не владеет интегрированием, я этого требовать, понятное дело, не буду. Но интегрирование здесь самое простое. Можете сообразить. Итак, оценочки такие. Логарифм натуральный n факториал. Л – это, по сути, сумма логарифмов k. У k от единички до n. Это n логарифм n минус n минус o от логарифма n. Я сразу сделаю замечание к оценкам. Если я перейду к основанию логарифма 2, то у меня просто вылезут константы. Суть останется той же. Асимптотика изменится только на константу. Второе. Логарифм бенвиального коэффициента будет такой витамиде. n логарифм n минус k логарифм k минус n минус k логарифм n минус k плюс o от логарифма n. Третье. Оценочка грубая. Логарифм c из n по k можно оценить сверху через логарифм c из n по целой части от n на 2, через центральный. А он даст асимптотику n логарифм 2 плюс o большое от логарифма n. Следующая. Сумма k логарифм k k от единички до n от n квадрата на 2 на логарифм n минус n квадрата на 4 плюс o большое от n логарифм n. Пятое. Сумма k на логарифм квадрата k от единички до n вот такая асимптотика. n квадрат на 2 на логарифм квадрат n минус n квадрат на 4 на логарифм n плюс n квадрат на 4 плюс o большое от n логарифм квадрата n. И, наконец, шестая. Сумма логарифмов бенемиальных коэффициентов, которая мне так была нужна. Это логарифм произведения бенемиальных коэффициентов. И асимптотика будет такая. n квадрат на 2 плюс o большое от n логарифм n. То есть асимптотика суммы логарифм бенемиальных коэффициентов у меня n квадрат. Ну, на 2, если с точностью до константы. Это пока просто какие-то страшные записи. Сейчас мы попробуем их осмыслить и понять, откуда это берется. Тут придется посчитать интегралчики немножко. Придется. Почитаем такой интеграл. В общем, тут, наверное, картинка нужна. Вот логарифм. Как эта функция у нас устроена? Логарифм от единички это 0, а дальше он какой-то такой. Правильно? То есть эта функция выпуклая вверх. Ну, нас будет интересовать от единички. Все, что там меньше, это все неинтересно. Давайте посчитаем интеграл от единицы до n логарифм n. Так, наверное, у меня тут не то написано. Наверное, должен быть логарифм x по dx. Бывает. Иначе непонятно, как мы интегрируем. Иначе это константа. Возьмем функцию логарифма и проинтегрируем от единицы до n. Смысл геометрический это вот такой, что мы рассматриваем, что мы найдем вот площадь этой штуки. Да? Площадь такой штуки мы найдем. Ну, давайте считать, кто умеет. Тут считается по частям, я так понимаю. То есть мы скажем, что это как бы x логарифм x от n до 1 минус интеграл от 1 до n. Что-то у меня тут все обозначения перепутаны, но ничего, я разберусь. А тут нам нужно поменять их местами и взять производную от логарифма. Производная от логарифма чему равна? Получится вот так. Ну, здесь что получается? n логарифм n в единичке он обнулится. А здесь получается ну, просто интеграл от единички. То есть x. x от n минус 1 получится n минус 1 минус n плюс 1. Большое дело сделали. Интеграл посчитали. Вот она наша функция. Мы что хотим посчитать-то в конечном итоге? Мы хотим посчитать сумму логарифмов k. Да, тут вот какая хитрая вещь. А теперь вот что мы сделаем. Проведем ломаную по точкам вида логарифм k. То есть мы-то считаем вот что. нам нужно сложить все эти значения в точках по существу. Ну вот если я проведу ломаную, то я могу сказать вот какую страшную вещь. Ужас просто. Я могу сказать, что вот эта вещь n логарифм n минус n плюс 1 это есть интеграл от логарифма x по 2x. И я утверждаю, что это больше или равно, чем моя сумма. Строго больше. Ну, можно строго больше написать. На самом деле не такая сумма, немножко другая. Смотрите, какая будет сумма. вот и потом смотрите, строго или не строго. Во, какая интересная штука. Откуда я это взял, казалось бы? Ну, потому что, смотрите, у меня вот вот такой кусочек, да, вот такой кусочек, я считаю. Я просто считаю его площадь. Это вот выражение, это просто площадь вот такого кусочка. понимаете, почему? Потому что его площадь равна вот такой площади. А, вот это серединка. Тут чисто геометрические соображения за этим стоят. Площадь вот этой трапеции, она равна площади прямоугольника, у которого высота равна арифм... как это называется-то? Среднему просто. Среднему арифметическому. О! Значит, я посчитал площади таких блоков. Ну и да, получится, что эта сумма больше, чем... Потому что эта сумма, этот интеграл, это площадь того, что под графиком. А эти блоки, они все тоже под графиком. Их сумма тоже под графиком. Поэтому больше или равно. А вот эта сумма уже очень похожа на ту сумму, которую я хочу оценить. Точнее она равна чему? Одной второй сумма логарифмов k k от единички до n-1 плюс сумма логарифмов k k от 2 до n. Тут такой сдвиг получился, потому что там тоже на единичку сдвиг. Ну, а это равно чему? То есть я беру сумму от единички до n, мне такую нужно оценить. Ну и тут получится, что одного слагаемого не достает, я это слагаемое просто докину и его же вычту. То есть это будет сумма логарифмов k от единички до n минус 1 вторая логарифм n. Значит, что я получил отсюда? Ну, я получил, что моя сумма, которая заодно равна логарифму факториала, она меньше или равна, чем вот эта штуковина n логарифм n минус n плюс 1 вторая логарифм n плюс 1. О! Ну, тут много было таких замысловатых шагов еще и с интегралом. Какой это шаг нужно прояснить здесь? Ну, может, вам просто нужно посмотреть повнимательнее на каждый шаг и разберетесь. Это мы эту сумму оценили сверху. Она такой штуки не превосходит. Да. А как оценить снизу? Сейчас покажу. Так, что-то из этого мне придется стереть. Давайте я сотру доказательства, а оценочку оставлю. Это была идея для верхней оценки. А какая идея для нижней оценки? А, в общем-то, похожая. Вот он, наш логарифм. Мы возьмем эти точки и в них, знаете, что мы проведем в этих точках? Параллельные оси ОХ. Ну, если параллельные, то они там где-то будут выходить, а где-то входить. Тогда оценка непонятно откуда возьмется. Мы касательные проведем. Мы проведем касательные. Вот касательные, они точно сверху, потому что наша функция выпукла вверх. Ну, да. Или нет? Ну, давайте посмотрим, что тут у меня получится. Утверждается вот что. Тот же берем интеграл, я зря его стер. Нет, ну, на самом деле все хорошо. Почему? Потому что эти касательные высекают у меня такие вот прямоугольчики. То есть я возьму вот здесь половинку, как бы, да. А площадь такого прямоугольчика чему? Трапеции, простите. Чему равна? Ну, значение в точке это будет просто высота прямоугольника. То есть я опять вот так сделаю и скажу высота, ну, опять, это же у меня отрезок, значит, середина. То есть я вот эти рассеку пополам, проведу вертикальные в половинных точках, там полтора, два с половиной, три с половиной. И скажу, ну, эта площадь, это просто площадь прямоугольника, у которого высота логарифм, а ширина один. Все. Значит, площадь этого прямоугольчика это просто логарифм. Так что ничего сложного. Так что никаких сумм дорбу, ничего там такого не требуется. Так что я просто скажу, что n логарифм n минус n плюс 1 это мой интегральчик, который я уже считал. Логарифм x и логарифм n. Это надо мне поправить. Ну, а интегральчик у меня не превосходит. Ну, то есть этот интеграл это все, что под ней лежит, а я взял и накрыл ее своими трапециями. Значит, будет меньше или равно, чем сумма площадей этих трапеций. А сумма площадей этих трапеций это что? Ну, это просто сумма логарифмов. Ну вот, вот вам, пожалуйста, нижняя оценка. Ну и теперь посмотрите, где я свою сумму логарифмов зажал. Я ее зажал между снизу n логарифм n минус n плюс 1 и сверху n логарифм n минус n плюс 1 вторая логарифм n плюс 1. То есть зазор всего-то у меня убольшой от логарифма n. Что у меня и написано. Все, я доказал первое. Ну, то есть формально мы, кажется, потеряли какую-то в один кусочек. Ну, вроде нет. То есть мы здесь, у нас здесь лишние кусочки могут появиться, но мы же считаем вот единички. А, вот это мы потеряем. Да, не учел. Ну, там мы ничего не потеряем, там мы наоборот. Ну, просто, наверное, такое соображение. Вот этот кусок, который мы накроем с запасом, мы его положим сюда. И тогда мы ничего не потеряем. Устроит? Вот это перевестим сюда. Понятно, что он будет больше. Да, тут возникают такие эффекты на краях. А что там при нуле, при единичке? Но тут все хорошо. Собственно, отсюда и, наверное, вылезает вот эта штуковина. Одна-вторая как раз. Одна-вторая логарифма n. Можно подумать, нельзя ли ее лучше оценить. А что мы перенесли? Что мы скомпенсируем? Ну, смотрите, мы считали в конце для n. То есть нам нужно было посчитать вот эту площадь. А когда мы накрыли, мы вот здесь посчитали, да, и вот здесь мы посчитали. Вот такой прямоугольничек. И этот прямоугольничек, он еще справа вылезет за грань. И я этот половинный прямоугольничек возьму и переставлю сюда. Накрою то, что не накрыл. Вроде все хорошо, да? Да, сошлось. Ну вот. Понятно, что тут асимптотические оценки, поэтому копейки мы можем не считать. Но с другой стороны, понятно, что если вы хотите написать строгое доказательство, то нужно эти копейки посчитать, но можно грубо их оценивать. Понятно, что то, что мы там оцениваем, все равно влезет в O от логарифма N. Там будет даже константа, скорее всего. Или нет, от N будет зависимость. Ну да, в O от логарифма N точно. Хорошо, первую оценку доказали. Из нее, в принципе, несложно выходят вторая и третья. Ну вторая выходит, понятно как? Мы скажем, что логарифм C из N по K. Это логарифм N факториал на K факториал на N минус K факториал. И это будет логарифм Н факториал минус логарифм К факториал минус логарифм N минус K факториал. Эти штуки мы оцениваем по той формуле. Под pumped. Выбежать за n логарифм n. Ну вот это понятно, откуда вылезет. А хвост там будет такой. Здесь будет минус n, тут будет плюс k, тут будет плюс n минус k. Вот эти маленькие хвосты, они просто сократятся. И останется вот логарифм n. Понятно? Я просто взял вот сюда, подставил эту формулу. Только вместо n там будет k или n минус k. Понятно, да? Отлично. Как вывести третье? Ну, третье это грубая оценка. Мы говорим, каждый коэффициент не превосходит центрального. Центральный он вот такой. Ну и там по-хорошему надо для четного и для нечетного посмотреть. Если он четный, то что получим? Ну, в общем-то, для четного там... Давайте я так упрощенно напишу. c из n по n на 2 логарифм. Это логарифм n факториал минус 2 логарифма n на 2 факториал. Ну, а это я той оценкой возьму, с той оценкой соберу. И получится что? n логарифм n минус n. О, большое пока не пишу. Здесь будет минус 2. А здесь будет n на 2 логарифм n на 2 минус n на 2. Ну и о, большое тоже от логарифма. Понятно, что о, большое от этого, о, большое от логарифма n на 2 такое же. То есть вот так будет. Ну, а это равно чему? n логарифм n здесь сократится. Правильно? Вроде правильно. Потому что здесь получится n. А, ну не совсем сократится, не совсем. Хорошо, давайте напишу. Минус n минус n логарифм n и плюс вот эта двойка даст нам логарифм двойки. Да, там как раз n логарифм 2 будет. Ну, здесь будет плюс n просто, да, и плюс вот логарифм n. n сократилось, n сократилось, осталось то, что нужно. Ну, строго говоря, я тут для четного n это доказал. Интуитивно понятно, что для нечетного асимптотика будет такая же. Можете сами проверить. Мне не хочется на это время тратить. Ну, там нужно будет написать 2 и плюс 1, там всякие мелкие слагаемые вылезут. Эти все мелкие слагаемые у вас запихнутся все равно в от логарифм n. Я так думаю. Так, время подходит к концу. Ну, собственно, следующую сумму доказывать, это уже нужно развернуться как следует с интеграличками. Так что пока на этом остановимся. Ну, а следующую заключительную лекцию, что успеем, то успеем. Какие-то оценки докажем, какие-то, наверное, не успеем. На сегодня все. Спасибо. 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 Спасибо.